Губернатор Евгений Куйвышев поручил областному правительству внимательно проанализировать уникальный опыт привлечения волонтеров к организации ЧМ-2018 по футболу, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки и практики при проведении других имиджевых мероприятий в нашем регионе. Такую установку глава региона дал в ходе заседания областного правительства. Он назвал ярким примером созидательной активности молодежи, развития волонтерского движения. В нашем регионе действует 370 добровольческих организаций. Они помогают пожилым, ищут пропавших без вести, проводят экологические и другие значимые акции. Особая миссия возложена на волонтеров, которые станут нашими главными помощниками при проведении матча ЧМ по футболу. Сегодня волонтерским организациям требуется качественная, ресурсная, методическая и образовательная поддержка. Я прошу обеспечить проработку лучших комплексных решений и подходов молодежной политики и возможности их тиражирования. Евгений Куйвышев подчеркнул, в молодежной среде всегда живет стремление к новаторству, разрыву стереотипов, установке собственных правил. Чтобы пользоваться авторитетом молодежи, нужно уметь убеждать молодых людей находить яркие неформальные аргументы. Новое поколение с их нестандартным взглядом на жизнь и творческим подходом к решению актуальных проблем – это колоссальная энергия, которая уже сегодня позитивно влияет на экономику и социальную сферу во всей стране. Масштабную всестороннюю поддержку уральской молодежи в этом ключе предполагает реализация программы «Пятилетка развития». Речь идет о работе с одаренными детьми, организации досуга юных свердловчан, поддержке бизнес-инициатив молодых предпринимателей, а также развитии добровольческого движения. По словам вице-губернатора Павла Крекова, в 2016 году объем финансирования всех мероприятий в сфере молодежной политики Свердловской области составил 128,5 миллиона рублей. А уже в 2017 году этот показатель вырос в 2,4 раза – до 312,7 миллиона рублей. Для работы с неравнодушной молодежью, заинтересованной в развитии Среднего Урала и поддержке его жителей, в Свердловской области был сформирован специальный ресурсный центр «Добровольчество. Сила Урала». В 2017 году он стал пилотной площадкой, созданной сети добровольческих центров в Российской Федерации под патронатом главы. Исполнительный директор Силы Урала Владислав Овчинников рассказал на заседании правительства о работе Центра по обучению добровольцев и реализации волонтерских программ. Директор музея «Боевая слава Урала», расположенного в Верхней Пышме, Александр Емельянов, представил членам правительства доклад, посвященный вкладу музейного комплекса и его сотрудников в патриотическое воспитание юных жителей Свердловской области. Он отметил, что «Боевая слава Урала» – это не только крупнейшее собрание военной и гражданской техники, но и историко-культурный военно-патриотический центр, ставший местом притяжения уральских добровольческих организаций. Так, одним из масштабных мероприятий, которое привлечет огромное количество молодежи из Артемовского городского округа и всей Свердловской области, станет Покровский рубеж, который состоится в поселке Кислянка Артемовского района Свердловской области. 12 июня – в третий раз. Военно-исторический фестиваль, посвященный столетию гражданской войны на Урале 1918 года, 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и столетию пожарной охраны России, направлен на развитие патриотического воспитания, изучение истории страны и региона. Сегодня фестиваль стремительно набирает обороты. Три года назад в нем приняли участие 2000 человек. В 2018 году ожидается свыше 10 тысяч гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова